Всё это время я преследовала правду, но даже достигнув её, с тобой таки не встретилась. И вот, наконец, это произошло. Наверняка это последняя встреча, поэтому я хочу сказать всё, что чувствую. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Sound of Drop. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео не забываем подписаться на мою телегу и вступить в мой Дискорд. Ссылки в описании под видео, ну и погнали! Этого дяденьку оставим так? Да, тем более мне нельзя его трогать. А чё? Позаимствовав её слова, можно сказать, что это тоже является проявлением моего упрямства. Взяв Морис за её нематериальную руку, мы покидаем кабинет директора. Ой! Что это? Океанариум разъедается? Открывшаяся перед нами по выходу из кабинета картина шокирует. Пол стены... пол... стены местами окрашены в чёрный. Точно пожираны червями. Идеальное выражение, чтобы это описать. Сквозь дыры не проникает ни капли света. Внутри непроглядная темнота. От разъеденных участков поднимаются слаборазличимые синие частички. По коридору для персонала мы возвращаемся в секцию рыб со всего света. Дорога туда тоже вся изъедена чёрными дырами. Однако вместе с этим весь океанариум словно превращается в свет. Если сагину моряка исчезла и вознеслась на небеса, то можно сказать, что само это место тоже начало возноситься. Эти капли света тоже частички жизни. Что рыбы, что люди превращаются в одинаковый свет. Не волнуйся, Майю. Я просто уничтожаю это место, раз я освободила всех. То есть этот мир перестал подпитываться жизненной энергией, силой душ. Мари, сколько он ещё продержится? Не знаю, но точно не больше часа. Час? То есть ещё равно столько я смогу провести вместе с Мари? Что будет, если мы не успеем? Вы отправитесь вместе со мной в сонный мир. Вам туда ещё рано. Я знаю. Это было бы глупо после всех наших усилий. Если остался час, то я бы хотела кое-что сказать папе. Мари, ты знаешь, где он? Ага. Мари указывает в сторону выхода. Дяденька находится у самого выхода. Наверное, он специально ждёт там. Возможно, он ждёт тебя, Сайя. Тогда, славно, извините, но можете... Но можете сходить со мной? Конечно! Одновременно ответили мы и все вместе начали идти. Но если он на выходе, то... В принципе, туда идти-то надо. Я ждал. Директор. Папа! Разумеется, это оказался не Кинзи-сан. На этот раз директор Сакураги Исао собственной персоной стоит на входе в секцию Рыб-Токийского залива. В отличие от Сагину Мариака, чьё тело перед исчезновением было прозрачным, он выглядит нормально. Если учесть, что она всё это время существовала в этом океанариуме как отдельная личность, то неудивительно, что она выглядела прозрачной. Мари же что-то вроде исключения. Но вроде его целью было стать единым целым с океанариумом. Когда это случится, то он точно должен от... откинуть коньки... свои очертания. Сая делает от нас шаг вперёд и обращается к нему. Наконец-то я смогла встретиться с тобой настоящим. Секция Рыб-Токийского залива не является исключением. И тут и там в ней с синим свечением открываются чёрные дыры. Я внимательно оглядываюсь, но не нахожу того огромного кита, который появлялся в кабинете директора. Если он состоял из души злобы, то может с силой Мари он уже был освобождён. Они сказали, что это высшее создание, способное изменить мир, если ему позволить его проглотить. Интересно, а что он может выкинуть, если вызвать кита не вариант? Всё это время я преследовала правду, но даже достигнув её, с тобой таки не встретилась. И вот, наконец, это произошло. Наверняка это последняя встреча, поэтому я хочу сказать всё, что чувствую. Я решила просто наблюдать. Свои ответы в той или иной мере я получила, так что теперь нужно позволить это сделать Сая. Сейчас для неё важный момент, в который я не могу вмешиваться. Сая, не хочешь пойти со мной? А о чём ты? Не успела Сая толком задать вопрос, как директор перебивает её и продолжает. В конечном итоге, все мы люди. После смерти нет ничего. Как Ириана, не пытаясь выразить свои эмоции, для мира это всё равно. Если мы откинем наши индивидуальности и станем единым большим сознанием, то мы сможем сотворить новый мир, то есть продолжим существовать в этом мире в качестве единственной истины. В наиболее чистом смысле мы достигнем вечности. После исчезновения Сагенома Риака я единственный, кто может стать определяющим путь этого мира. Если не создать новый мир, то я могу быть удалён властвующий сейчас над этим миром истиной. Сая, если ты мне поможешь, то я точно смогу достигнуть своей цели. Ты и правда изменился. Я тебя практически не понимаю. Ты у меня всегда была умной, так что быстро сможешь понять. Я отказываюсь, мне это неинтересно. Жаль, не думал, что меня отвергнет моя собственная дочь. Его слова всего лишь слова. Он не выглядит расстроенным. В словах не чувствуется тяжести. В глазах не видно чувств. Я... Словно отреагировав на всё это разрушение, начало активно прогрессировать. У меня под ногами и вообще по всему помещению начали разрастаться чёрные дыры. Эта чёрнота наверняка это ничто. Это место ведь никогда не существовало. Поэтому красный океанариум просто возвращается в ничто. Эти дыры опасны, смотри, не попадись в них. Хорошо, не переживай. Меня больше волнует. Сая стоит в шаге от нас напротив директора. Абсолютно не реагируя на разрастающуюся вокруг черноту. Сколько уже это продолжается? Это твоё самосбродство. Когда ты начал мечтать о глупостях вроде создания собственного мира как какой-нибудь мальчишка? Сая, это не мои личные амбиции. Пойми, это само по себе объединённая из воля живых существ. Сука! Возможно, что моё сознание уже и не принадлежит мне одному. Сейчас я что-то вроде центрального процессора. Воля, нужная для управления огромным механизмом. Когда с помощью моей злобы был рождён этот мир, у меня появилось желание стать высшим созданием. Именно ради этого я собрал это огромное количество душ. Всё, хватит, я ещё могу понять, если бы это было просто злоба. Это было бы нормально, если бы это просто закончилось ненавистью и злобой. Ведь это очень по-человечески. Но почему ты создал этот мир, этот красный океанариум мантан? Ты сможешь это понять без всяких слов. если объединишь свою душу с моей. Я не могу понять, что у тебя в голове. Сая, не печаль меня. Ты же моя дочка. Ты же понимаешь, что времени практически не осталось. Пойдём со мной с твоим отцом. С этими словами он протягивает к ней руку и ласково гладит её по голове. Рядом с Сая он не казался таким уж большим, но эта ладонь на её голове выглядит большой. В этот момент я почувствовала, что он действительно её отец. Пока её гладят, Сая молча опускает глаза в пол и кусает губы. По прошествии ещё секунд десяти она не выдерживает и цукает языком. Всё, хватит! Вместе с криком она стряхивает с себя его руку. Словно реагирующая на наши эмоции тьма быстро подобралась к ногам Сая. Сая осторожнее! Сая ничего мне не отвечает и не реагирует на подступающую тьму с чувством продолжает. Я пришла, чтобы попрощаться с тобой, чтобы ты сейчас не пытался сделать, с тобой я не пойду. Однако можешь выслушать одну мою просьбу? Наклонив голову напряжённым голосом спрашивает она. Они близкие родственники, поэтому разрыв дистанции между ними замечается легко. Прекрати эти глупости! Прими свою смерть как мужчина! Если ты доверишься Марии, то она запросто тебя сможет освободить. Маленькая какушка иголки надежда, но Сая всё равно попыталась воззвать к чувствам своего отца. Даже если не хочешь, то ладно. Я всё равно твоя дочка, которая просто хочет гордиться своим отцом. Быстро добавляет она уверенным голосом. Она поворачивается на месте с горькой усмешкой и даёт нам знак. Я почувствовала, что не хочу видеть подобное выражение у неё на лице. Ведь она улыбается, пытаясь скрыть невыразимую боль в душе. Ага. Са от удивления воскликнули мы с Мари. Но кто удивлён больше всех, так это сама Сая. Потому что директор схватил её со спины. Папа, что ты делаешь? Он ничего не отвечает. С закрытыми глазами он просто чувствует тепло своей единственной дочери. Это длилось долго. Возможно он специально растягивает оставшееся время. Однако в его поведении чувствуется пробудившаяся от сна любовь. Их фигуры резко выделяются посреди этого рушащегося мира. Папа, ты согласен спокойно взять и вознестись? Сая, не дерзи. Я просто не знаю, как выразить это иначе. Сая, прости за все, что я сделал. Не прощу, но ты уже умер, поэтому мне все равно. Я не злюсь. Окружающий их воздух очень мягок. Это прощание дочери и отца, поэтому мягкость перевешивает печаль. И именно поэтому я почувствовала неладное. «Сой, океан, берегись!» Одновременно с криком «Марии» я кидаюсь вперед. А? Это появилось из пола? «Саный кем». «Черный гигант» и то лицетворяющий собой тьмой человеческих душ. Он выпрыгнул из тени директора словно пол поверхность океана. За мгновение до того, как он проглотил нас, я успеваю оттолкнуть Сая в сторону. Но не в состоянии избежать удара, мы отлетаем в противоположную стену. «Не приближайся!» Слова Мари заставляет помещение засиять ярким синим светом. Но черная тень отвечает талыми лучами, что сталкивается со светом Мари. Окрасившее помещение фиолетовая вспышка заставляет меня ослепнуть на несколько секунд. И только после этого я начала понимать ситуацию. Свет уже исчез. Ужасно, слишком жестоко обмануть таким способом. Вы же отец! Ай! Быстрее попытавшись подняться на ноги, я чувствую, что от столкновения со стеной у меня заболело лево-правое плечо. Но двигать я и могу, стиснув зубы, я встаю. Мари, нет! Директора и кита тоже! Неужели? Я увидела появившегося кита всего лишь мельком, но было понятно, что он проявился не до конца. Прямо как и в кабинете директора, он был лишь похож на двигающуюся тень. То есть он несовершенен. Интересно, директор обнял Сая тоже только ради того, чтобы обмануть нас. Ослабил наше внимание, чтобы проглотить. В конечном итоге мы с Сая увернулись, но даже одной Марии ему должно быть достаточно. Можно сказать, что захват Марии равноценен овладению оставшейся в этом океанариуме силой. То есть он обманул Сая, чтобы использовать Мари. Неважно, человек он или нет, я его не прощу. Так я подумала. Нужно последовать за ними. На этот раз моя очередь спасать Мари. Но прежде всего нужно проверить Сая. Я нахожу лежащую у противоположного аквариума тень. Наверное, ее отбросил удар кита. На акриловом стекле аквариума виднется красные пятна крови. Сая! Нет ответа. Я осторожно приподнимаю ее и вижу, что из раны на лбу у нее обильно идет кровь. Видимо, рана оставленная сагиномой река открылась и стала еще хуже. Хоть немного, нам нужно остановить кровь. Вспомнив, как это делал Кензи-сан, я достаю платок и прижимаю его к голове Сая. Светлая светло-голубая ткань постепенно окрашивается красным. На пальцах я чувствую вязкую кровь. Яркий цвет ее крови является доказательством того, что она жива. К крови я не чувствую ни неприятия, ни страха. Постепенно кровотечения останавливаются. Сила, с которой Сая держится за жизнь, мне показалась средней чуду. Сердце бьется, дыхание тоже есть, однако облегчение я не чувствую. Рана глубже, чем прошлое, к тому же высоковероятность, что от удара она повредила другие места. Нужно как можно быстрее доставить ее в больницу. Времени на раздумие нет. Но пусть даже выход и близко, если я сначала вытащу Сая, то не смогу последовать за Марию. А че нет? Че второй раз нельзя будет зайти? Вытащить ее на эти... На те диванчики положить, пусть она там лежит пока. В чем проблема? И почему после всего случилось это? Ну, коль мы идем на эту концовку, я уже не помню на какую это мы идем. На какую-то ограниченный океан жизни мы идем на концовку. Сначала спасаем Марию. Вот. Я и правда уверена. я ни хуя не понял, честно говоря. Пости... Пости Сая? Сомневаться времени нет. В конечном итоге, как бы я ни старалась, у меня не вышло выбрать кого-то одну. раз так, то сначала я вытащу Сая наружу и вызову скорую. Потом сразу же вернусь и спасу Мари. Это единственный способ. Я сделаю это. Я обязательно это сделаю. Я зашла так далеко, поэтому я обязана выложиться до предела. Ну вот, снова ты все на себя одну взваливаешь. А? Я поднимаю голову и не верю своим глазам. Передо мной появился человек, которого я совершенно не ожидала увидеть. Химана, но почему ты здесь? Тоже не смогла это просто так оставить. Вошла с обхода, как ты мне сказала. Мозги выяла охранника, чтобы он меня пустил, мол, забыла кое-что важное внутри. Правда, получается, что я взяла и исчезла. Но за это как-нибудь потом извиниться можно. Выяла мозги? То есть доставила ему проблем? Ну это знаешь, я тебя упрямством заразилась. Эм, можешь сказать, что здесь происходит? Здесь довольно опасно со всей этой чернотой. А вот ответ на этот вопрос мы возможно узнаем уже в следующий раз. На этом на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры Продолжение следует...